Витам всех видео на канале Аквариумшклеп.pl Найперк хотел бы подзенковать всем субсрибентам за субсрибцией канала. Бухатарным фильмиком есть колено из непопулярных гатунков Пеленгниц Карловатых, Пеленгничка Перуванчка, Апистограмма Эй Нотус. Правдоподобно причином такого стану речи Есть факт, что жадко гостя в склепах зоологичных. На початку, хотя бы захотелось до субсрибции канала, Вписывание звонка и вставание комментариев. Помимо 30-летнего удостоверения в бранже акваристичной, То в дальнем ciąгу захотелось и мотивирую меня до дальней работы, Целем которого есть распространение милости до акваристики. Пеленгнички перуванцкие походят из Америки полудниовой. Пеленгнички перуванцкие походят из Америки. Пеленгнички перуванцкие походят из Америки. Пеленгнички перуванцкие походят из Америки походят из Америки. До века 5-6 месяцев. Живем до 3-4 лет. Пеленгнички перуванцкие походят из Америки. Пеленгнички перуванцкие походят из Америки. Можем овощное, гостя и слабое, легкое специонное тело. Глова с датной парой. На голове имеем загрязненный, цемный паз, проходящий через окон. От головы взлужь линии бочной до насады огона. Чемнется темная пряга, законченная темным пламом у насады огона. Остатнее промене плетвы грзбетовые и отбытовые выдлуженные. Плетва огонова-червонова. В барвене доминуют колоры блэнкитные и туркусовые. Горная часть головы и грзбет тополовый чала оливковый. Натальна стильная часть чала сребристо-небеска. Бжух сребренный. Разрунение плетей и сладкое. Самцы сомбеньшие, яскравые и баргонные. Плетвы грзбетовые и отбытовые выдлуженные и заушенные. Плетва отбытого небеска и обреженная на желтом. Свидочный фиолетово-червонный взор. Самички на томя сомнейшие. Тело баргонное на желтом. Первое промене плетвы брюшно-чарное. Луч линей бочной. Майон килька темных пламет. Плетвы грзбетовые и отбытовые. Крутсы и заукруглённые. Плетвы грзбетовые. Преферируем аквариат с гистом рослинностью, коренями, личными крыльевками и пиашистым подложем. Тель на и бочной части аквариума. Повинно быть гистом, обсадженым рослинностью. На то на спредней части повинны себя найти личные крыльевки, корене, малые церамичные донички, рульки ПЦВ. Гроты с лагодными крыльевами, потому что рыбки любят вцискать в разные щелины, где их отдыхают. Преферируем аквариума. Для этого понадобится фильтрация и раций воды с дневным подменом до 25-30%. Чтобы надеть воду бронзовый отчет, характеристичный для натурального средовыска, взберем в воду несколько шишек ольхи и в степне сушеном, а на степне моченной листью дэмбу, булку или мигдалов индийских. А где разложим насыщим водой гардниками и надеем куло Херпаты. Параметры воды достаточно важные и должны быть стабильными. Оптимальные параметры воды. Температура 23-28, pH от 5,5 до 7, Дх от 1 до 5. В натуральном средовеске. Пеленники перу-вайские. Отживаются невеликими безкраговцами, ларвами и зоопланктоном. Кармить рыбок можно живым дробным охотком, рулочником, водением, очником и артемием. Рыбок можно кармить так живыми, так и родственными и сухими покармами, но лучше держаться покармом живых или родственных. Рыбок нужно кармить 2-3 раза в день в маленьких порциях. Пеленники перу-вайские. Нададоятся для аквадов товаровского, хотя в окресе розродцем, как и и другие пеленники, очень территориально. Можно их держать вместе с рыбками о подобных требованиях параметры воды. Не полеется их держать вместе с ограниченными и большими рыбками, пеленками, пеленницами с язер Малавии и Танганика. Размножание. Размножание пеленников перу-вайских не есть латвы, со взглядом на параметры воды, которые достаточно важны и должны быть стабильны. По-за тем, с размножанием пеленников перу-вайских не должно быть проблемой. Пары сручные добрые, пеленников перу-вайских не всегда относятся к счастью с размножанием. Важно для того, лепее купить в небольшом группе и дать рыбам возможность творения совета товариства. Пеленники перу-вайские должны дотарли в огольном аквариуме, под ворунком, что параметры воды бандем соответственно. Лепший эффект узысканы размножаясь в подзеленном зборнике. Зборник тарлистовый должен быть около 30 литров. До зборника тарлистового всыпаем пиасок или дробный швирек. Вкладываем малые церамические донички превроченные на бок или до гури ногами. Лупины зореха kokосового корженем вкладываем фильтр нападенный наповетчачем, который заpewnia приплыв воды, алине засыца на рыбку. Бодьцем до тарла служи додание экстрату торфу, листья олхи или бруку и поднесение температуры о 2-3 стопни. През планованный тарлом родицу через 2 тигодни обпицы кормимы живыми или мрозженными покармами. Под конец 2-го тигодня самец роби себя жаскравси, а самичка набира икры и станови себя грозно грубсца. Варто зазначить, что молодые пары могут съедать слошенную икру. Опеку на рыбку занимает самичка, которая в этом окресе стает очень агрессивна. Плывек наступает по 2-4 днях, а на рыбках начинает плывать по следующих 5-8 днях в зависимости от температуры. На рыбках дробный покарм стартовый это первотник пантопела. Кармить треба часто около 5-6 разы на рыбках не можно. Очень важно, чтобы покарм для рыбки был доступен целый в маленьких гостях. Вода в аквариуме с рыбком должна быть чистой, необходимы все дробные подмены. Покарм подмены 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 пакармом пакармом с пакармом пакармом на рыбках. На этом все. Все вопросы и комментарии пожалуйста оставьте под фильмом. Кто еще не субстрибует Канал, то поновне захочетам до субтитрии. Дякую bardzo, до видения.